Используйте опыт эксплуатации, чтобы не стать опытом эксплуатации. Под таким девизом работают на Запорожской атомной станции, извлекая уроки мировой атомной энергетики, повышая тем самым надежность, безопасность и экономичность работы станции. Опыт эксплуатации – это, я считаю, одно из самых важных направлений деятельности станции, хотя бы в силу того, что во всех международных проверках и миссиях, которые приезжают к нам на станцию, которые уже были, опыт эксплуатации заявлен как одно из направлений проверки, наряду с такими важными направлениями, как эксплуатация, ремонт, традиционная безопасность, аварийная готовность, химия и так далее. Более того, все проверки, какие были на нашей станции, подчеркивают, что опыт эксплуатации у нас организован на очень высоком уровне, и нам есть чем поделиться с нашими коллегами-адамщиками. Изучают опыт эксплуатации, проводят анализ нарушений, а также анализ надежности оборудования в специальном отделе с одноименным названием «Отдел надежности и опыта эксплуатации». Здесь работают грамотные специалисты, знающие свое дело, а руководит процессом Альберт Ребуха. Вопросы надежности оборудования актуальны как на этапе ввода, так и в период эксплуатации. Ольга Георгиева, инженер первой категории с многолетним стажем, работает в секторе, где изучают специфику оборудования и технологий, отслеживают отказы и дефекты, проводят многочисленные расчеты и анализы. По результатам расчетов мы можем вместе с подразделениями разрабатывать компенсирующие мероприятия, которые позволяют улучшить и увеличить надежность оборудования. В текущем году у нас было выпущено уже 79 отчетов по анализу надежности, планируется еще порядка 130. В каждом отчете мы можем рассматривать от нескольких единиц оборудования до нескольких тысяч. То есть работа у нас ведется огромная. К нам за консультацией обращаются очень многие подразделения. Поэтому, я думаю, о нашем отделе на станции очень хорошо все знают. Источником информации, поступающей в отдел, служат сообщения ВАО АЭС, Росэнергоатом, МАГАТЭ, Наэкэнергоатом и атомных станций в частности. Оксана Воробьева заведует сектором анализа нарушений и опыта эксплуатации. Рассказывает о своей работе и работе коллег-инженеров с азартом и вдохновением. По ее словам, творческий подход к выполнению служебных обязанностей приносит удовлетворение. А вот результаты работы напрямую влияют на общий процесс производства электроэнергии. Ведь их рекомендациями пользуются практически все цеха станции. В этом году, ну, шести месяцев еще не прошло, но можно сказать, что за шесть месяцев поступило уже более 60 сообщений. Они все проработаны. И по ним назначено уже более 200 мероприятий. Выполнение этих мероприятий, ну, я считаю, позволяет увеличить надежность и безопасность эксплуатации нашей станции, уменьшить количество ошибок персонала, что, в принципе, являются вполне благородной целью. Использование опыта эксплуатации – это дорога с двухсторонним движением. Специалисты отдела уверены, что в наше время необходимо учиться на чужих ошибках. Поэтому огромную роль играет обмен информацией. В 2012 году к нам поступило восемь запросов о технической помощи. За шесть месяцев этого года уже десять. Запрашивают информацию об опыте эксплуатации нашего оборудования, о технологии той или иной операции. И, собственно говоря, ни одному из просивших не было отказано направленной информации в те станции. ПАКШ, например, недавно у нас запрашивала информацию, иранская атомная станция Бешер. Эти все запросы рассматриваются, согласовываются с руководством и направляются на эти станции. По мнению коллектива отдела, информация ценна, когда она доступна и применима. И тут все средства хороши. Работники станции могут получать и передавать сообщения с помощью локальной сети или информационных стендов. Всего таких стендов шесть. Они расположены на территории станции и в учебно-тренировочном центре. Информация на стендах всегда актуальна. Мы ее меняем один раз в месяц, обновляем. У нас также ведутся в моем секторе четыре базы данных, одна из которых является общий отраслевой. Объемы информации, проходящие через эти базы данных, как вы поняли, достаточно велики. И, в принципе, с помощью таких информационных современных технологий позволяют достаточно оперативно, по просьбе, предоставить ту или иную информацию. Если вы вдруг нуждаетесь в какой-то информации и не запомнили, не нашли, будьте добры, обращайтесь в отдел надежности 562-65-553-29. Мы всегда будем рады вам помочь, предоставить необходимую информацию. Используйте, пожалуйста, опыт эксплуатации, чтобы не стать опытом эксплуатации. Безопасной, надежной работы вам.